Жителям большого края предстоит выбрать около 5000 депутатов и глав поселений. Горячая предвыборная пора уже началась. До 3 августа все кандидаты должны успеть подать документы в избирательную комиссию. Багучанские, Каратуские, Манские, Шарыповские районы, Девногорск, Каннск и Ачинск. Здесь, как и почти во всех территориях края, ведется прием кандидатов для участия в местных выборах. Активность проявляют и самовыдвиженцы, и представители ведущих политических партий. Документы в избирком несут и коммунисты, и справедливороссы, и ЛДПР, и единороссы. Кстати, именно последний выдвигает кандидатов во всех, даже самых отдаленных районах края. На данный момент подала у нас однопартийца по одномандатным округам 12 человек. Это полностью мы закрыли все округа, на каждом округе выставлен по кандидату. И 16 человек идут с партийным списком. Мы претендуем на сохранение того же количества мест, что и в прежнем составе, а это в районе 80%. Но в этом году ожидаем усиления конкуренции со стороны других партий. Например, в Манском районе на эти выборы выходит в пять раз больше желающих занять место в райсовете. Если в прошлую кампанию кандидатов было всего два, то на этот раз документы подают сразу 10 выдвиженцев. Эта кампания будет необычная, потому что желающих идти в депутаты районного совета очень много. Отбор будет жесткий. Стабильность-то нужна в районе, она нужна. Я считаю, что сегодня все равно глава района, он будет, сегодня он будет по-новому избранный. И будет новый глава района, который будет работать и все поставит на свои места. А мы должны ему помогать. Регистрация кандидатов идет активно и в других районах края. К избирательной комиссии идут целыми колоннами. Выдвижение в кандидаты проходит очень активно. Вот у нас уже зарегистрировано было 9 кандидатов. Сегодня зарегистрировался один самовыдвиженец. И сегодня зарегистрировалось 13 кандидатов. Причем все из партии «Единая Россия». Сбор документов проходит гласно. Стараемся всем помочь, чем можем. На прошлых выборах в органы местного самоуправления «Единая Россия» выдвинула своих кандидатов на 97% мандатов на всех уровнях. Второе место было у КПРФ, почти 15%. Справедливороссы захотели занять около 10% мест в Советах, еще 11% – ЛДПР. У непарламентских партий было меньше процента кандидатов. В этом году ситуация будет схожей, прогнозируют эксперты. Причем кандидаты ставят перед собой цель – завершить начатое и помочь развитию родных территорий. Основная цель наша – это развитие сельского хозяйства, экономики производства в Каратурском районе. Поэтому депутаты от «Единой России», у нас идут грамотные руководители сельхозпредприятий, крупные производственники, такие как ДРСУ наши, крупные индивидуальные предприниматели, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, наиболее успешного в крае. Это все члены нашей команды, все со своими мероприятиями. Политологи считают, сейчас на первое место выходит юридическая культура предвыборной гонки. Кандидатам важно знать все тонкости проведения избирательной кампании, и что тоже очень важно – уметь работать с документами. Я знаю массу примеров в районах, территориях края, когда какие-то партии, в основном, конечно, оппозиционного спектра, недоработав документы, небрежно относясь к тому, что они представляют в избиркоме, и потом выдавали собственное неумение, собственную лень за какие-то преследования властей, за какие-то почудившиеся им политические репрессии. Поэтому на сегодняшний момент Единая Россия, как лидер избирательного процесса, больше всего заинтересована в том, чтобы были реализованы три принципа этих выборов. Я их назову. Это принцип открытости, это принцип легитимности и принцип конкурентности. Потому что именно в конкурентной борьбе необходимо подтверждать свое лидерство. 3 августа закончится прием документов от кандидатов. Голосовать жители Большого края будут 13 сентября в воскресенье. Алина Штоколова, Алексей Овсяников. Новости.